МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый год принято встречать подарками и приятными сюрпризами. В Калинковичах новосельем. Введен в строй значимый объект, мини-ТЭЦ на местных видах топлива. Диапазон ее действия охватывает большую часть города. Это микрорайоны Север, Мира, районы улиц Комсомольской, Интернациональной и многих других. Потребителями тепла стали 160 жилых домов, объекты соцкультбыта, здравоохранения и образования. Специалисты высоко оценивают эффективность важного объекта для районного центра, называя его два в одном. Ведь новая мини-ТЭЦ сможет вырабатывать не только тепло, но и электроэнергию, заменив собой несколько морально устаревших котельных. В рамках реализации государственной программы строительства, энергоисточников в городе Калинкаичи построено мини-ТЭЦ на местных видах топлива. Тепловой мощностью 16,5 мегаватт, электрической – 1,39 мегаватт. Строительство мини-ТЭЦ давно назревало. Старая котельная, износ оборудования порядка 70-80%. Поэтому рассмотрен был вопрос строительства мини-ТЭЦ на территории города Калинкаичи. Заказчиком по данному объекту выступил Гомельский УКС. Подрядчиком консорциум в составе ЗАО «Белзарубежстрой» и ЗАО «Энерстена». В день нашего приезда на Калинковичское мини-ТЭЦ присутствовали представители буквально всех заинтересованных служб. От заказчиков до исполнителей и проверяющих организаций. Поэтому мы смогли узнать мнение разных сторон. Новый источник теплоснабжения уже работал в штатном режиме. Оставалось только, что называется, сверить часы. Объект был введен в эксплуатацию буквально в этом месяце. Сейчас на данный момент проводится режимная регулировка и ввод объекта на заданные параметры. Совместно с литовской компанией «Энерстена», а также на данный момент находятся два представителя фирмы «Сименс», которые делают регулировку генератора. Данный объект был построен за полтора года буквально на месте старой бывшей котельной, которую мы в 2016 году снесли. И вот начали работы проводиться в январе 2017 года. Проделана огромная работа, начиная от выбора территории до запуска самой теплоэлектроцентрали. Остановились на улице Сурково, где освободилось место после сноса части старой котельной. Рядом находится молочный комбинат и хлебозавод. Условия были стесненными для ведения масштабных работ, но вполне оправданными. Главный аргумент – рациональный подход. Ведь «Мини-ТЭЦ» должна взять на себя нагрузки трех старых котельных, которые находятся недалеко друг от друга, что экономит затраты на их централизацию. Большая работа. Значит, на существующей стесненной площадке котельной пристроено здание котельной, пять котлов со складом хранения щепы. Произведена перекладка в условиях действующих теплосетей, 12 километров сетей. То же самое в заселенных домах, 18 индивидуальных тепловых пунктов полностью, с отделкой, с заменой всего оборудования. Трудности, конечно, стесненные условия, как самой площадки. С одной стороны молокозавод, с другой стороны хлебозавод. Ну и прокладка тепловых сетей, перекладка, 12 километров – это центр города. Вскрыть весь асфальт, даже на центральных улицах, потом восстановить в осенних условиях. Ну и замена всех тепловых пунктов. Вы же понимаете, в действующих домах это вырежи, все оборудование установи, потом его надо наладить, потом сдать, потом запустить. Ну, не было допущено таких больших жалоб. Полтора года понадобилось, чтобы на месте старой котельной, которая прослужила более 40 лет, появился новый энергоэффективный источник теплоснабжения. Чтобы тепло не терялось при транспортировке, на нескольких участках города провели комплексную работу по перекладке тепловых сетей и обустройству индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах. Финансирование строительства велось из двух источников. За счет заемных средств Международного банка реконструкции и развития, которое составило более 14 миллионов долларов, и Гомельского облсполкома – 2 миллиона 600 тысяч белорусских рублей. Были применены самые современные технологии, самое современное оборудование и очень качественная система управления оборудованием данного объекта, что позволит иметь очень хороший КПД, как оборудование, так и оборудование предприятия в целом. Применена теплофикационная схема трубоустановки с полной утилизацией тепла отработавшего пара с направлением его для целей горячего водоснабжения и отопления города Калинковичи. Таким образом, тепловые потери сведены к абсолютному минимуму, и за счет этого эффективность работы предприятия очень высокая. На МиниТЭЦ установлены три водогрейных газомазутных котла суммарной мощностью 40 мегаватт, водогрейный котел на щепе мощностью 10 мегаватт, комплекс оборудования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в составе парового котла мощностью 6,5 мегаватт и турбины. На первом плане надежность и энергоэффективность, гарантия бесперебойной подачи света и тепла городу. Основная задача наша – грамотно и бережно относиться к введенным объектам. Что можно сказать об оборудовании? Все основные оборудования, котлы на щепе, газомазутные котлы, мы убедились по отчетам о технической наладке и о фактической работе, что они подтвердили свои заявленные характеристики заводов-изготовителей. На сегодняшний день в эксплуатации практически все котлы по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха мы включаем в работу то или иное оборудование. Объект новый, оборудование, конечно, требует с нашей стороны еще освоения. Персонал, который работал на старой котельной, работает здесь. Так что люди обучены, прошли инструктаж. Это операторская. Здесь, как вы видите, 6 мониторов, круглосуточное пребывание операторов. На данном объекте непосредственно 2 оператора постоянно, ну и плюс персонал, который обслуживает. На мониторах мы полностью можем проследить весь режим технологический, то есть с каждого монитора мы можем перейти с одного котлана, второй, можем проследить работу как турбины, так и генератора, посмотреть графики, отключения. И полностью управление идет с данного пункта. Режим работы МиниТЭЦ круглосуточный и круглогодичный. Вырабатываемую электроэнергию намерены использовать для покрытия производственных нужд, а излишки реализовывать в сеть РУП Гомель Энерго. Котельная более эффективна. КПД котлов составляет на газомазутных в порядке 94,7%, на щепе в порядке 90%, то есть гораздо эффективнее, чем паровые котлы. Экономия составляет порядка 12 миллионов кубических метров газа за год. Данный объект очень важен не только для города Калинковича, но и для всего региона, потому что практика применения этих технологий, она будет востребована на многих объектах Гомельской области. Объект поднадзорен Госпромадзору. Он заменил три котельные в городе Калинкович. Здесь внедрены современные технологии безопасности, внедрены экономичные технологии получения теплоэнергии. Территория довольно компактная этого объекта. Пришлось внедрить множество компенсирующих мероприятий, чтобы соблюсти действующие нормы безопасности. Кроме того, Калинковическая теплоэлектроцентраль использует биотопливо, древесную щепу по принципу отхода в доходы. Это позволяет экономить природный газ и денежные средства. Системы подачи щепы в котлы и удаление золы полностью механизированы. Для обеспечения твердотопных котлов на щепе топливом создана площадка. И бункер-накопитель топлива непосредственно котельный. Топливо подачи на котлы производится механизировано. По сравнению с технологиям, непосредственно из бункера накопителя топлива по наклонным транспортерам, поступающим на распределительные транспортеры, где путем автоматического регулирования дозируется на работу котлов. Снабжение древесной щепой твердотопливных котлов предусматривается от базисного топливного склада в деревне Гулевичи. Который расположен недалеко от райцентра. Мы находимся на площадке для приготовления топливной щепы для обеспечения котельных имени ТЭЦ «Калинкович». Площадка построена за средства инвестиций. Дрова поставляются как сторонними организациями, так и своими. Ну, приготавливаем щепу, вот суточная, допустим, у нас кубов 100-150. Производится складировка. Зачем приезжает щеповоз, погрузчик и развозим по объектам. Склад ориентирован на 3000 кубов готовой щепы. Щепа у нас хорошего качества, без вкраплений больших, таких, что забивают, допустим, бункеры, еще что-нибудь. Нету мелкой щепы. Влажность не более 40%. Производим в соответствии с нормами. Целая инфраструктура по подготовке древесного топлива необходима и на перспективу с учетом продолжения работы по переводу котельных на МВТ. В частности, не так давно в рамках государственного задания по замещению импортного топлива реализован еще один проект по реконструкции котельной в населенном пункте Новая Антоновка. Сама котельная находится на территории местного зверохозяйства, где, к слову сказать, также перешли на местные виды топлива. В результате внедрения мероприятия мы сумели путем установки двух твердотопливных котлов переализных КВП-045 демонтировать два котла на природном газу. Природный газ является аварийным или резервным видом топлива. Окупаемость объекта составит не более двух лет. Ежели брать ситуацию по эксплуатации котлов, эффективность их работы, мы нашли полностью положительный эффект. По прогнозам, себестоимость выработки теплоэнергии данной котельной снизится почти в два раза. Выгода очевидная. Поэтому работа по оптимизации использования энергоресурсов в Калинковическом коммунальнике проводится постоянно. И как результат, из 36 действующих в районе котельных, только две в качестве топлива используют природный газ. В настоящее время эта работа, я думаю, будет продолжаться. На предприятии изготавливается проектная документация. Котельную «Марата» у нас там две части. Вторую часть – это газовую котельную. Там износ котлов у нас на котельную «Марата» порядка 80-90%. Мы готовим проектную документацию. И на следующий год мы попадаем в программу финансирования Всемирного банка на реализацию этого проекта, также на местные виды топлива. Специалисты утверждают, самая главная задача подобных проектов – энергосбережение, эффективность энергоресурсов, в данном случае природного газа, который импортируется. Экономический эффект от ввода объектов в эксплуатацию для предприятий будет заключаться в снижении себестоимости тепловой энергии, а это крайне необходимо в условиях постоянно растущих тарифов. Важно только понимать, что каждый из нас, как потребитель, должен придерживаться подобной позиции и рационально использовать энергоресурсы как на производстве, так и в быту. Об этом со знанием дело напоминают нам и маленькие калинковичане. Нужно беречь теплом, закрывать плотно окна и двери. Если окна деревянные, то надо их заклеивать. А когда уходишь, выключать свет, например, еще компьютер, если есть. А еще нужно, когда уходишь, выключать повсюду краны. Бережом энергию, бережом сетево!